В эфире программа «На женской половине» и я, Ирина Бреусова. Старость, или, как принято её корректно называть, зрелый, элегантный возраст. Мы все не любим о ней говорить. Вот и я хотела бы встретиться с ней как можно позже, мимоходом, улыбнуться и скрыться на соседней улице, в общем, убежать. Только как бы мы ни убегали, ни скрывались, встреча с этой мудрой, зрелой порой неизбежна. А коли уж это всё неизбежно, давайте учиться жить долго, взрослеть и радоваться этому обстоятельству. Сегодня на «Женской половине» женщина, которая расскажет нам о том, как можно стареть красиво, что такое профилактика старения и какие бывают типы старения. Наша передача в гостях в клинике косметолога профессора Яны Александровны Юцковской. Буквально через несколько секунд мы войдём к ней в кабинет, чтобы поговорить обо всём об этом. Здравствуйте, Яна Александровна. Спасибо вам большое за то, что вы нашли время побеседовать с нами о такой животрепещущей и больной теме, как старость. Первый вопрос такой, что же всё-таки с точки зрения косметологии старость, которой все так боятся? Здравствуйте, спасибо, что пришли. На самом деле старость – это биологически запрограммированный процесс, который в моём представлении бояться не нужно. И есть такое очень хорошее выражение Джонатана Свифта о том, что мы все хотим жить долго, но никто из нас не хочет быть старым. И, наверное, самое важное – это сохранить здоровье для того, чтобы вести активный образ жизни. И вот это, наверное, то требование, которое мы сегодня предъявляем и вообще к медицине, и к косметологии в том числе – быть активными и, конечно, быть здоровыми и красивыми. Очень многие женщины считают, что косметология – это чудесная такая наука. И несколько уколов буквально избавит их от такого периода, как старение. Расскажите, пожалуйста, о том, какие существуют омолаживающие инъекции, что такое ботулинотерапия, кому она показана, кому противопоказана. Вот эти уколы, они очень интересуют и притягивают женщин. Ну, вообще, русский человек любит верить в чудо. Если мы почитаем русские сказки, то, в общем-то, все время какое-то чудо помогает нам жить. Что действительно продлевает в моем представлении женское активное здоровье и красоту – это любящие мужа и внуки. Вот это то, что действительно влияет на этот процесс. Потому что, когда у тебя есть любящий муж, тебе приходится выглядеть хорошо в любом случае, потому что ты любишь человека в ответ, и хочется его постоянно покорять заново. А когда есть уже внуки, то тогда бы приятно быть молодой бабушкой. В общем, вот к какому периоду я в ближайшее время, надеюсь, лет 5-7 и готовлюсь. А что касается инъекций, вы знаете, инъекции – это возможность быть ухоженней, это возможность быть привлекательней, это возможность избежать пластической хирургии, хотя есть типы старения, которые изначально ориентированы все-таки не нами, а природой, генетикой, на пластическую хирургию. Инъекции – это работа. Прежде всего, планомерная работа, грамотная, подход к своему процессу старения. И на сегодняшний день их очень много. Бутулинотерапия – это не панацея. И часто мы применяем ее не всегда с целью эстетики. Мы часто применяем ее с целью лечения гипертонусов. То же самое касается гиалуроновой кислоты. У нее есть показания, есть свое терапевтическое окно, но это не панацея. То же самое касается аппаратной косметологии. Во всем есть право и возможность выбора врача-косметолога. Бутулинотерапия на сегодняшний день лидирующая процедура. И это не только Россия, это весь мир. У косметологов, вообще у врачей есть такое понятие, как профилактика старения. Это только уход за лицом или это в комплексе все-таки вообще уход за собой полностью? Это в комплексе поддержания своего организма в здоровом биоценозе. То есть это когда мы здоровы, это когда у нас есть желание активно двигаться. И когда параллельно нам хочется выглядеть чуть-чуть моложе и чуть-чуть лучше, чем в соответствии биологическому возрасту. Вот это комплекс, который вот это обеспечивает и называется профилактика старения. Потому что для женщины профилактика старения без гинеколога невозможна. Для мужчины профилактика старения без уролога-андролога невозможна. На лице сразу видно здоровый желудок. Новое образование, присутствие их говорит о том, что кожа стареет и так далее. То есть нужно понимать, что косметология сегодня это не маски, это не примочки и припарки. Косметология сегодня это системная возможность профилактики и работы со смежными специалистами. Только в этом случае это реальная профилактика старения. Все остальное, к сожалению, это просто камуфляж. Женщинам тоже будет интересно узнать, как мужчины относятся к старости. Говорят, что они не меньше переживают, чем женщины. Это так? По моему опыту, да. Я вам хочу сказать, что мужчины вообще очень интересные такие индивидуумы. Во-первых, очень интересно, что в компании своих друзей они никогда не скажут, что ходят к косметологу. В то же время, когда они приходят к косметологу, они знают о том, что с ними может быть и какие процедуры бывают лучше, чем женщина. В-третьих, они очень консервативны в отношении какого-то воздействия на себя. Но в то же время они очень требуют результата. Очень интересный возраст мужской – это 45-47 лет. Когда появляется такой маленький первый звоночек, что я изменился. И это, в принципе, совпадает с временем мужского климакса, о котором мы так мало говорим. Все говорим о женском климаксе и так мало говорим о мужском. А он как раз протекает очень тяжело. И чаще всего это тоже потеря каких-то функций здоровья, которыми нужно заниматься. Я вам могу сказать, что у меня возрос поток пациентов мужчин, наверное, за последние 2-3 года процентов на 20. И вы удивитесь, что мужчины обращают внимание на то, на что даже не все женщины обращают внимание. Мужчина, например, утром сегодня на приеме мне пришел и сказал, вы знаете, вот меня все устраивает на лице, но вы забыли про мою мочку уха. Вы видите, сколько на ней морщин? Она стала у меня пустая, а я хочу, чтобы она была как в молодости. Не каждая женщина подумает. А есть такой симптом, у американцев называют его бриллиант, смотрящий в подружки в глаз. Потому что, когда мочка узко вытягивается, бриллиант опускается, а когда она полненькая и молодая, бриллиант смотрит подружки в глаз. Так вот, в данном случае, вот эти нюансы, которые мужчины замечают в жизни, это мужской взгляд на жизнь. И это очень хорошо, потому что в данном случае пара старается друг для друга. Они пытаются сохранить вот эту вот свежесть, да, и в своих отношениях в том числе. Поэтому я очень приветствую приходы семейных пар. Яна Александровна, вы как косметолог наверняка знаете, как стареют женщины. Вот давайте с вами сейчас поговорим о типах старения. Какой тип лица, каким подвергается изменениям с возрастом? Первый тип старения – это пастозный тип, который как раз в России встречается чаще всего. Пастозный тип старения – это когда у женщины преобладает отечность. Эти пациентки, они с отечными лицами. Это достаточно молодая пациентка, 30-35 лет. Она набирает воду гиподермально, и в данном случае чаще всего она жалуется на перепады веса в течение месяца. Она иногда даже носит разную одежду в течение месяца. Вот этот тип связан с гормональным статусом пациентки. И когда я вижу такое лицо, я ориентирована сразу на то, что мне необходимо консультировать ее с гинекологом-эндокринологом. Потому что, что бы я этой пациентке ни делала, вот этот лимфостаз за счет воды, за счет того, что нет оттока воды нормального, а он связан именно с эстрогенами, он в косметологии, скажем так, лишает меня процентов 70 моих возможностей. Этот тип часто встречающийся, славянский тип, он часто встречается в России. Второй тип старения – это тип старения так называемый мелкоморщинистый. Встречается у нас реже, более с азиатским уклоном лица. Это когда мышца и очень маленькая жировая прослойка над мышцей, и сверху идет сразу кожа. То есть это такие лица, склонные к скелетизации. Они стареют, и мы видим костные основы, то есть скелетность лица как таковая. Это очень некрасиво у женщины. Это красиво у мужчины, потому что мужчина в скелетизации его гендер, видимость надбровных дуг, скул, челюстных углов. У женщины это очень некрасиво. У нас таких лиц немного, это больше европейское лицо. Есть такие лица, например, у азиатов это Корея, Китай, смеси с нами, со славянами. Этот тип очень хорош для объемного моделирования, потому что, в общем-то, слегка преувеличив объемы в каких-то зонах, немножко их переместив, визуально, конечно, что я не хирург, это лицо меняется. Это то лицо, которое можно сделать за одну процедуру на 5-7 лет моложе визуально. Потому что мы можем сегодня работать с объемами в 3D-проекции. Я могу перемещать визуально объемы на лице, усиливая в те объемы, которые были в молодости. Например, яблочки, V-образное лицо и т.д. Это вот то, что сегодня очень красиво. Следующий тип старения, третий тип старения, связан прежде всего с тем, что, к сожалению, преобладает перемещение жировых пакетов. Это деформационный тип старения. При деформационном типе вся проблема, вся жалоба пациента ниже челюстной линии. Это когда опущение жировых пакетов приводит к утяжелению челюстной линии и шеи. Это сложные пациенты. Потому что чаще всего это или хорошие программы аппаратной косметологии, связанные для работы с мышцей, с лимфотоком и с жировыми пакетами. Или это пластическая хирургия. В данном случае пластическая хирургия очень хороша для этих пациентов, потому что на 5-7 лет они получают принципиальный результат, ожидаемый. Потому что тянуть мышцы и жировые пакеты в косметологии мы не умеем. Это умеют делать только пластические хирурги. В России сегодня институт пластической хирургии развит. Он активно развивается, поэтому наши хирурги, в общем-то, скажем так, на достаточно высоком уровне хорошо оперируют таких пациентов. Следующий тип старения – это тип смирения комбинированный или смешанный. В данном случае опыт врача-косметолога играет решающую роль. Потому что если косметолог умеет выделить, вычленить главный признак старения, это может быть межбровная морщина, это может быть носогубная складка, это может быть пастозность лица и в то же время морщинки под глазами. Это может быть даже пигмент кожи, что-то главное, что действительно старит этого человека. И откорректировать эту проблему, тогда мы видим визуально красивый клинический результат. За все сразу у такого пациента браться не нужно, потому что у него комбинированный вариант изменения при старении. И это, конечно, пациент хорошо, если он попадает к высококвалифицированному косметологу. И в данном случае квалификация – это не столько даже образование, это опыт. Невозможно выучить все. Можно увидеть, проесть руками, просмотреть. Вот в этом случае ты четко можешь сказать, что будет, какой будет прогноз. А это самое важное, потому что прогнозирование в косметологии – это и есть профессионализм. Как будет? Пациент спрашивает, как я буду выглядеть. И мы должны четко ему объяснить, что будет с ним происходить. Пока ты сам этого не сделаешь, пока ты не проживешь с пациентом эти процедуры много раз, ты не сможешь сказать, что будет. Теперь давайте поговорим об изотипах лица. Вот какие они бывают и как они стареют. Вот это вот нам тоже. Чаще всего я ориентируюсь все-таки на изотипы лица. Хоть эта классификация пришла к нам от дизайнеров и парикмахеров, но она очень удобна в отношении объемов. Потому что раньше, когда у нас не было таких методик, как раз этим занимались больше парикмахеры. И тут это очень удивительно, но это так. Потому что они прической могут изменить лицо, сделать более узкий лоб визуально. Они могут убрать волосы от лица и сделать его так визуально шире. И т.д. Сегодня мы это делаем все при помощи объемного моделирования лица. Если говорить об изотипах, то самое важное понимать, что существуют женские изотипы и мужские. Например, квадрат, прямоугольник. Это мужской изотип. Это лицо всегда немножко грубовато. И если у женщины прямоугольник лицо, ну если вы представите себе прямоугольник, вы представите себе известных людей с такими лицами, то эта женщина всегда с мужским характером, с мужским поведением. Потому что это тоже накладывает отпечаток на ее жизнь. Женщина с круглым лицом, женщина с лицом-сердечком, женщина с алмазом лицом или ромбом, или овалом. Это женские гендеры, это женские изотипы. Они мягкие. Они обычно изначально с закруглениями, так как это должно быть. Они легко восстанавливаются, потому что женщину прямоугольник очень тяжело сделать мягкой. В то же время овал поддержать овалом достаточно легко. Есть изотипы, которые, к сожалению, нелегко исправить объемное моделирование. Например, трапеция или груша. В этом случае нижняя треть изначально преобладает. Это тяжелое лицо по нижней трети. Здесь я перемещением моих объемов сделать ничего не могу. Я таким пациентам говорю сразу, извините, я не бог, я только врач. Поэтому я что-то могу, чего-то не могу. Это сложные лица, они в России тоже встречаются. Чаще, конечно, это пластическая хирургия. Это то, что им показано. Сегодня в рубрике «Стиль» мы раскроем вам несколько секретов мейкапа антиэйдж, то есть омолаживающего макияжа. Слушайте внимательно и запоминайте. Макияж вечерний для элегантного возраста. Наносим тоненький слой тонального средства. Излишнее тональное средство мы убираем спонжиком. После того, как мы убрали излишки тонального средства, мы можем приступать уже к обработке области глаз. Но мы учитываем, что мы идем в театр, так что сегодня используем матовые, но более яркие тона, такие как сливовые. Мы стараемся подвижное веко высветлить. Это придает нам свежесть взгляду. Но обязательно помним о том, что нужно осознать глубину взгляда. Для этого мы уже используем более темные тона. Прорисовываем ресничную тень. В данном случае подводку я буду делать тенями, начиная от ресничного ряда по направлению вверх. В нижние века мы также будем подчеркивать темным цветом сливы. Но только до середины века, не доходя до его внутреннего уголочка. Внутренний уголок глаза мы обязательно должны высветлить. В элегантном возрасте брови ни в коем случае не должны тоненькие. Самое главное, чтобы они выглядели натурально и естественно, но при этом ухоженно. Так что старайтесь избегать тонких и острых линий. Завершающим этапом послужит тушь. Тушь будем наносить аккуратно. На нижних ресницах будем делать только небольшой акцент. Излишки убираем. И еще один маленький секрет. Если нижние века слизистой нижнего века мы будем подводить белым карандашом, обязательно взгляд будет более ярким и выразительным. Используя пудру в элегантном возрасте, убедитесь, что она легкая. Только такой вариант не будет подчеркивать все мимические морщинки. Румяна мы будем использовать натуральные пастельные. Немножко с розовым оттенком. Что касается губ, в элегантном возрасте лучше всего все-таки подчеркивать карандашом, чтобы линия была более четкая, а не размытая. Для того, чтобы макияж казался живым, я обязательно нанесу блик на середину губ. В таком случае наша модель Наташа будет сегодня блистать весь вечер в театре. Теперь в таком красивом образе вас уже в театре, Наталья, запомнит надолго. Приятного вам вечера. Всем известно, что красота кому-то дается от природы, кто-то ее заслуживает в течение жизни, но в любом случае красота – это всегда большой труд. Вот с точки зрения косметолога, косметологии, что такое красота? Красота – это здоровье. Потому что, когда человек болен, он, к сожалению, не может быть красив. Красота – это философия здорового образа жизни. Потому что для того, чтобы быть красивым, нужно работать над этим каждый день. Красота – это любовь окружающих и, главное, даже, наверное, твоя любовь к окружающим. Потому что вот эта энергия, которая отдается с любовью, она с лихвой возвращается. И, наверное, гармония. Потому что у нас очень много уже чего сделано в косметологии. И меня очень пугает то, что многие воспринимают красоту как вычурные избытки чего-то. Большие губы, большие глаза, большие щеки, большие скулы – это не гармония. Гармония – это когда ты сам такой, как ты родился, как тебя сделали родители, но ты чуть-чуть моложе визуально. Вот эта гармония, мне кажется, это то, что в ближайшее время ждет косметологию. То есть не надо в 60 выглядеть на 35, как говорят в рекламе, да? Это невозможно, потому что у женщины возраст в глазах. Тогда ей нужно ходить в черных очках. Понятно. В одной из своих работ вы сказали, что менталитет человека отражается в косметологии. Вот что вы имели в виду? Вы знаете, мне очень нравится выражение Аллы Демидовой. Я старею с уважением к себе. И, наверное, это очень правильно, потому что мне сложно понять пациентку, которая приходит ко мне в 60, в 65, в 70. Слава богу, сегодня таких много пациентов. В 75 лет. В коротенькой юбочке, в ажурных колготках. Перебор. Да, и она пытается мне объяснить свое восприятие красоты. Дело не в том, что это градация возрастная, да, которая, в общем, должна быть осознанной, да, у человека. Дело в том, что красота – это когда здоровый, социально активный, интересующийся общественной жизнью, воспитывающий внуков, любящий мир человек хочет быть просто немножко более ухоженным. И менталитет – это то, что на это влияет. Если человек состоялся, ему не нужны вычурности. Если он где-то себя не реализовал, он находит какую-то вот нишу, это часто косметология, и начинает оперироваться зачем-то, пытаясь подойти к какому-то стандарту, в котором он себя не реализовал. Это очень страшно. Поэтому в данном случае менталитет – это и образование, это и семейное отношение в семье, это и тот, скажем так, тот жизненный путь, который пройден. Вот это все влияет на человека. И я вам могу сказать, что я когда вот вижу или общаюсь с женщинами возраста глубоко бальзаковского, но при этом очень уважительно стареющим к себе, у меня это вызывает восхищение. Несмотря на то, что сейчас появилось огромное количество косметических средств, услуг, многие женщины очень боятся приближения старости. Вот скажите, стоит ли ее бояться, и как можно стареть красиво? Первое – следить за здоровьем. Максимально мониторировать свое здоровье для того, чтобы какие-то недуги не были для вас ни с того ни с сего каким-то странным неудовольствием. Второе – нужно следить за состоянием кожных покровов всегда, потому что здоровая кожа – это, в принципе, здоровый организм. Зеркало души – это наша кожа, и дерматологи читают по коже все болезни, которые могут быть у человека. Ну и последнее. Пока, знаете, у меня очень есть такая интересная пациентка, она пишет стихи, и она мне говорит, вы знаете, вот когда глаз не горит, тогда все равно сколько лет? Вот, наверное, должен гореть глаз. Вот желание жить, и тогда все остальное прилагается. Поэтому, наверное, то, что касается все-таки моего пожелания, это быть здоровым внутри. Вот чтобы было здоровье внутри и желание жить. Ну а все остальное приходите, мы сделаем. Яна Александровна, огромное вам спасибо за такую позитивную, очень полезную беседу. Я думаю, что уже после этой передачи найдутся люди, женщины и мужчины, которые по-другому посмотрят на такой период жизни, как старость, элегантный возраст. Элегантный возраст. Да. Спасибо вам огромное. Спасибо. Всего доброго. Если вы цените каждый период своей жизни, справедливо полагая, что с возрастом становитесь лучше во всех отношениях и духовно, и социально, и эмоционально, то ваше психологическое состояние обязательно отразится на состоянии физическом, причем в лучшую сторону. По словам Яны Александровны Юцковской, профессора, косметолога, героини нашей сегодняшней программы, стареть нужно и можно красиво. И не обязательно в свои 55 и 60 выглядеть на 35 и 40, как гласит реклама. Можно выглядеть на свой возраст, но ухоженно и достойно. Измените свое отношение ко времени. Не спешите. Отдыхайте во сне, ведь сон – это самое главное косметическое средство для женщин. И избавьте себя от ядовитых эмоций и отношений, которые съедают наше здоровье и наши годы. А самое главное – больше улыбайтесь и будьте в состоянии влюбленности. Все-таки весна на дворе, и тогда старость еще долго-долго не постучится в ворота вашей жизни. Будьте счастливы! Это была программа «На женской половине». Всего вам самого доброго!